Приветствую вас! И давайте попробуем сразу определить, почему человек ведет себя к вам вот так, вызывающе агрессивно, почему он пытается вас как-то задеть, да, почему он пытается дискредитировать вас, выставить в неадекватном свете и так далее. Что заставляет человека так свести? Определенно вы в чем-то, своим, может быть, поведением, изначально первым впечатлением, может быть, своей аурой, может быть, своим отношением, как вы человека задели. Вот он не так относится только к вам, то есть никому к другому. Одно дело бы, если человек относился так ко всем, тогда можно было бы однозначно сказать, что у него есть какие-то проблемы, эти проблемы человеку мешают жить, и он проецирует их на вас. И на других, кстати говоря, людей тоже. Но в данном случае это относится только к вам. И вы высказали в своем письме такую очень правильную мысль о том, что вот вы платите деньги залу, платите свои средства на оплату в том числе и ему, этому человеку, а он в ответ получает такое вот... Ну, он в ответ на вас так вот агрессирует. В этой ситуации уходить действительно неправильно. Почему? Потому что это будет означать, что вы попросту сдались. Для него это будет значить, что он оказался прав, для вас это будет означать прошение. Самый простой способ, который вы можете сделать и на который вы имеете полное право, это, наверное, пожаловаться на него менеджеру. Менеджеру залу, если таковы есть. Ну, и любому должному лицу, стоящему выше этого человека по своему должному, своему занимаемому положению. Обратиться к нему, сказать, что вот так и так вот человек видел себя со мной неадекватно, мне некомфортно, неудобно и так далее. Вы знаете, любой менеджер и любая администрация зала, если заинтересована в своих клиентах, то они моментально проведут свой разговор и, собственно говоря, вынесут ему замечания, выговор сделают и человек, собственно говоря, будет вести себя к вам более цивилизованно. Это вариант самый простой. Непонятно, почему вы им не воспользовались. Ну, может быть, просто не догадались. В любом случае, как вариант, рекомендую о нем подумать. Дальше. А дальше, конечно, идет ситуация посложнее. Дело в том, что вы, ну вот другие эксперты уже писали, что вы тоже его критиковали, тоже позволяли ему, значит, позволяли себе ему что-то высказывать. И, опять-таки, непонятно, почему и зачем критиковать работу тренера, работу профессионала, если вы вроде как с ним занимаетесь. Ну, да. Вот вы пишете, значит, что у вас, значит, как-то не сложились отношения, с какого-то момента взаимоотношения не сложились. Он начал вас упрекать. Значит, а с какого-то момента пишете вы, вот вы знаете, а с какого момента? Это очень важно. Когда вы пришли, и все было хорошо сразу, изначально, да, а потом вы сделали что? Вы начали критиковать работу этого человека, вы сделали это публично, вы указали ему на ошибки в присутствии других людей. А если было примерно так, то нет ничего удивительного в том, что он на вас так реагирует сейчас. Конечно, в этой ситуации лучше бы вам, знаете как, вот, выйти, да, отойти и наедине поговорить друг с другом. Просто вот спросить у него напрямую, вот, что вы имеете против меня? Вот просто вот, что вам не нравится? И мужчина, он, ну, может быть, скорее всего, он вам скажет. То есть, действительно, разговаривать, что-то объяснять, доказывать, смысл не имеет. Но вот попытаться вам напрямую с ним поговорить, спросить его прямо в лоб, что ему не нравится. Чтобы он вам назвал, вот, за что он так на вас реагирует. Допустим, он назовет, вот, там, вы что-то сказали ему, что его задел, да, что ему не понравилось. Ну, тут уже вам решалось. Либо вы изменитесь перед ним, да, либо скажете, что, а что я, как бы, имею полное право высказать критику, если я считаю эту критику, допустим, там, полезной, конструктивной, да. И человек, эээ, в ответ, конечно, проагирует негативно, но формально вопрос будет выяснен. И дальше вам, а вот на того, как вот вы их сделали, наверное, нужно было бы понять, что и гордость, и такое вот поведение, поведение, скажем, ну, обиженного, как-то, занятого человека, при том, что вас связывают только лишь деловые отношения. Ну, это поведение человека, у которого есть, опять-таки, какие-то проблемы. То есть, кто такой гордый человек? Кто такой человек, который, вот, как вы пишете, хочет, чтобы все было по его? Это человек склонен к тирании, да, человек склонен к тому, чтобы командовать. И бывают лидеры прирожденные, за которыми хочется идти. А бывают вот такие люди, которые силой, положением пытаются починить себе людей. И причина, какая причина в том, чтобы стремиться к этому? Причина эта, так же, как и причина гордости, заключается в том, что человек боится. Боится, что какая-то часть, какой-то элемент его деятельности выйдет из-под контроля, и человек потеряет над ним власть. Ощущение беспомощности. Вот чего, чего боится ваш тренер. Что касается гордости, то здесь, по общему правилу, можно сказать, что человек обладает, ну, скажем так, эгоцентрическим мировоззрением. То есть, всех судит исключительно по себе. Через свои ценности. Через свои идеалы, не желая при этом, да, делать акцент на том, что вот у другого человека могут быть свои какие-то взгляды на вещи, на жизнь, на мир. Причины такого поведения кроются в нескольких разных деталях. Первое, это, конечно же, то самое ощущение беспомощности и бег от него. То есть, когда человек, вот, понимая других через призму своих ценностей, он либо принимает людей и говорит, что вы хорошие, потому что вы разделяете на их взгляд. Либо вы плохие, потому что вы мои взгляды не разделяете. И если вы плохие, то вы, ну, в общем-то, не достойны даже того, чтобы с вами общаться. Второе, ну, второе нельзя так вот однозначно сказать. Дело в том, что здесь может быть и, знаете, такая вот склонность к тому, чтобы быть первым. Желание неоспоримо лидировать где-то в каких-то областях. Желание привлекать всеобщее внимание, вот, знаете, болезненная потребность во внимание. Конечно, не на уровне болезней, но все-таки на уровне черты личности определенно да. И я вам все это для чего говорю? Для того, чтобы вы поняли одну простую вещь. Человек, который так себя ведет, он испытывает дефицит. А, блин, в вас он видит опасность. И, как это ни странно, вы-то ведь ему опасности не представляете. Нет. Значит, мы сейчас, кстати говоря, не берем в расчет то, что вы его критиковали. Этот момент мы сейчас не рассматриваем. Так. Если вы для него опасности не представляете, то получается, что человек сам увидел у вас угроза. И там, надеюсь, что у него есть, опять-таки, какие-то проблемы. Но, правда, проблемы связаны не с широким кругом людей, а только с вами, потому что вас он увидел, допустим, ну, соперника, например, себе. Что делать? Как бороться с этим? На самом деле, бороться, именно бороться, не нужно никак. Потому что любая борьба с мужчиной будет восприниматься как, ну, знаете, посягание на его первенство, на его точку зрения. Что вам нужно сделать? Вам нужно просто проявлять безразличие. Безразличие плюс понимание, почему человек так себя ведет, поможет вам не воспринимать всерьез того, что он вам говорит. Понимать, что когда имеет место быть, вот вы знаете, прямой инструктаж, да, связанный с выполнением упражнений, это не что иное, как деловое поведение. Деловое проявление активности человека и отыгрывание им той роли, которая, ну, по умолчанию ему присвоена здесь. Когда вы видите, что человек начинает переходить эту грану, говоря вещи к делу не относящиеся, тут вы сразу ставите себе барьер. Барьер, который состоит из сверху. Раз человек перейдет, переходит грант, значит, он испытывает в этом ботременность. Если он испытывает в этом ботременность, то это его проблема, не ваша. И вам на нее все равно. Ну, это, как вот, например, знаете, по аналогии, если бы, допустим, я бы начал вам сейчас выговаривать за то, что вы, например, стали критиковать. Вот в течение, наверное, двух-трех минут, да, вам бы это, наверное, казалось нормальным. А если бы я делал это больше, вы бы поняли, что у меня какое-то нездоровое отношение. И это было бы неправильно, это было бы уже не по-деловому. Я бы уже вышел из роли человека, исполняющего свою роль, да, и стал бы кем-то другим. И вы понимаете, что я уже разговариваю не с вами сейчас. Когда я перехожу грань, я разговариваю сам с собой на самом деле. Потому что, когда человек акцентирует свое внимание на чем-то другом, не касающийся его деятельности, то, естественно, человек говорит о том, кто его волнует. И раз человек говорит о том, что его волнует, он говорит сам с собой. Вы здесь выступаете лишь как объект, отправная точка его внутреннего диалога с собой. И, естественно, поскольку человек говорит не с вами, то вы не можете выступать партнером по этому диалогу. Ну, никак. И вам остается лишь просто не обращать на это внимания. Но при этом понимая вот все вот это вот. Вам будет проще, если вы будете отдавать себе отсчет о причинах такого поведения. Дальше, о чем я бы хотел сказать, это то, что есть маленькая вероятность, что мужчина испытывает вам симпатию. Симпатию как мужчина или женщина. И из-за того, что вы, вероятно, к нему не проявляете к нему никакого внимания, именно женского, ну, мужчина, может быть, испытывает негатив. Вероятность этого очень мала. И, чтобы об этом говорить, нужно разбирать подробно момент, с которым у вас испортились отношения. То есть, прям вот, обстоятельства, по факту. Тогда можно сделать вывод. Ну, и, конечно, я еще раз повторю, очень важно, чтобы вы сказали, написали, лучше, конечно, написали, и, наверное, даже написали, если хотите мне в личку, потому что дополнение к вопросу не всегда видно. Почему мы начали этого человека критиковать? То есть, сперва была его критика, и потом ваша, или сперва была ваша критика, потом его. Но, в любом случае, все это на самом-то деле не важно. Потому что, даже если вы его критиковали, даже если так, то уверен в себе профессионал всегда отнесется к критике спокойно. Постарается на сильней верну истины, и как-то взять себе на вооружение, ведь это опыт. Раз он не сделал этого, даже справедливо все тоже, я говорю. Ну, а если симпатия, то здесь, конечно, вам, опять-таки, ну, братцы, надо понимать, что человек, когда говорит с вами, он говорит не с вами, как с человеком, пришедшим на занятия, а как с женщиной. И поскольку вы таковой не являетесь, то и не вам вести с ним этот диалог. Вот, примерно, такая схема. Надеюсь, она вам поможет. На этом все. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Купалкова Открунение Купалкова Ставра